Коррекционно-развивающий центр «Семья» ведет свою работу с детьми, у которых имеются определенные нарушения в развитии. Свои дети они с учреждением проводят уже почти два года. За это время в центре обучения прошли около 300 детей от 2 до 11 лет. Дети приходят в центр разные. Как неговорящие дети, так и дети, которые нуждаются в постановке звуков. Работа ведется по следующим направлениям. Это работа над звукопроизношением, постановка автоматизации звуков, работа над фономатическим слухом. То есть, чтобы ребенок правильно проговорил звук, он должен его слышать. Работа над словарным запасом – это развитие пассивного и активного словаря. Специалисты центра говорят, что иногда достаточно провести пару занятий с детьми, чтобы добиться желаемого результата. Но иногда процесс может несколько затянуться. Все зависит от особенностей развития ребенка. Родители, чьи дети посещают центр, отмечают, что положительные результаты их дети добиваются уже с первых занятий. На данный момент вводим старшего сына 7 лет, готовимся к школе. Скоро 1-2 сентября уже пойдем в первый пасс. Развиваем букву «Р». На данный момент как бы большие успехи получаются в развитии. Уже более-менее четко все выговаривает. Входим уже в третье занятие и уже как бы большой успех есть. Директор коррекционно-развивающего центра в конце минувшего года стала участником регионального конкурса по программе поддержки молодых людей, занятых в сфере социального предпринимательства. Деятельность учреждения завоевала Гранд Министерства труда и социальной защиты населения республики в размере 300 тысяч рублей. Мы очень рады, что смогли получить данные средства. Благодаря этим деньгам мы смогли установить отдельную входную группу, закупить оргтехнику, запастись хоть и небольшим методическим материалом для занятий. И часть средств ушло на оплату аренды. И хотя центр «Семья» ведет свою деятельность в полную силу, работы в нем предстоит еще достаточно много. Необходимо добрать часть методических пособий, обновить мебель и оборудовать кабинеты учреждения в едином стиле. Татьяна Галиева, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Татьяна Галиева, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».